Страдание святой мученицы Анисии Девицы. Память 12 января по новому стилю. В царствовании нечестивого императора Максимиана жила в славном городе Солуни одна траковица по имени Анисия, дочь богатых христианских родителей, воспитывавших ее в страхе Божьем, так что добродетелями она возрастала, скорее, нежели летами, ибо родители искармливали ее более истинными верой и благочестием, нежели молоком. Когда миновали ее младенческие годы, и Анисия выросла прекрасную траковицею, родители тщательно обучили ее всей книжной премудрости. Одаренная разумом, Анисия быстро и легко усвоила все и являла на деле достойной оплоды учения. Исполненная Духа Божья, она обладала поистину ангельским нравом. Лицо же ее светилось несравненной красотой. В это время она редко выходила из дому и, скрывая в горнице свою юную красоту, часто с прискорбием говорила в себе. О, обманчивая жизнь юности, погубляющая одних и погубляемая другими! Хороша старость, но, увы мне, скорбью исполняет меня долгота времени, ибо долгие годы придется дожидаться ее, долгие годы отделяют меня от неба. И Анисия никогда не переставала призывать на помощь Христа, преклоняя колено и проливая на землю обильные слезы. Когда родители ее отошли ко Господу, и она сделалась наследницей отцовского имущества, то стала размышлять, что бы ей сделать со своим богатством. Ибо родителями ее были собраны великие сокровища, серебра и золото, обширные имения, громадные стада, бесчисленное множество рабов и рабынь, многоценные шелковые и злотканые одежды, золотая утварь, украшенная жемчугом и драгоценными камнями и сияющая великолепием. Увидев все это, святая Анисия сказала, — Как спастись посреди стольких богатств земных? Как наступить на главу древнего змея-дьявола и преодолеть его силу? Но я знаю, что сделать. Я употреблю против змея змеиную же хитрость. Как самый нежегодно обновляется, совлекая с себя свою веткую кожу, так и я избавлюсь от своих богатств. Ибо они наносят сильный вред употребляющим их во зло и поражают неисцелимым ядом всех собирающих их. Скупых же и немилостивых связывают своими оковами и сетями. Обладание поместьями приучает к гневу и накопляет богатство. Обманом и неправедной мерой многоценные одежды научают тщеславные поступи и вовлекают во грех. Золотые цепи ожерелья заставляют горделиво поднимать голову, ибо желают, чтобы люди их видели и восхваляли. И так вот как я с ними поступлю, буду их естественную госпожею, прежде чем они получат неестественное господство надо мной. Встану воистину госпожею их и раскачу их во благо, уклоняясь вместе с тем и от порождаемых ими искушений. Я найду для них крепкую охрану, вложу их как бы в сокровищницу, в дома вдовиц, сирот и нищих. И верен поручитель мой Господь, который воздаст мне не вдвойне только, но столицею и соделает меня участницей вечной жизни. Раздам все, чтобы все получить в целости, умножим во сто крат, и, раздавши, возьму крест Христов. Ибо тогда мне легко будет следовать Христу, оставив на земле земное, чтобы пожить с ангелами на небесах. Лучше избежать жизни пагубной и нечистой, ибо желать жизни неприходящей и подвигов духовных. Переменю временное на вечное. Почту нетленный брак, пребуду целомудрии и сохраню для Создателя чистым свое тело. Ныне подобно творить куплю, пока есть торжище. Гонение и преследование пусть исходатайствуют мне награды на небесах. Мучители и муки пусть откроют мне доступ к райским утехам. Раны же и темница пусть ведут меня в черток Христов. Ибо не одни только мужи получают воздаяние, но и жены сподобляются венцов. Так говорила она в себе и морилась со слезами. Господи, Иисусе Христе, свете мой, источниче бессмертия, корень нетления, неизреченно зачатый в девственной утробе и по Рождестве сохранивший несленный предчистую твою матери. Благи, Господи, соделай, чтобы я пошла в лик девственниц и не была отлучена от чертога твоего. Включи меня в число мудрых дев и сподобив встретить тебя с неугасимым светильником, да буду причастницей славы твоей, непорочно совершивший свой подвиг. Помолившись так, святая Анисия тотчас же продала все свое имущество и притом не по той цене, какую оно стоило, и не так, как бывает обыкновенно при рыночных продажах и куплях, ибо она говорила покупщику, знай, что продаваемые вещи принадлежат нищим и убогим, поэтому назначь справедливую цену, чтобы получить вместе также и некое воздаяние, ибо праведен Господь и любит правду и воздает по правде. Когда было продано все имущество, она стала раздавать вырученные деньги нищим и страдающим в заключении. Входя сама во все темницы, святая не только подавала все нужное и служила собственноручно узникам, в особенности тем, кои после многих мучений и ран не могли послужить себе сами. Таковых она лечила, помазуя мазями и перевязывая их раны, утешала скорбевших, посещала лежавших на одре болезни и помогала им от своих богатств, обходила площади и улицы и щедрою рукою подавала обильную помощь всем нищим и больным, лежащим на гноище, каких только находила. При этом она говорила себе, не буду я искать у тех и наслаждений в богатствах, которые в день суда не сравняются даже с каплей воды. Когда же Анисия истратила все до последней монеты, ничего не оставив для себя, то она затворилась в некой горнице и собственноручным трудом стала добывать необходимую для тела пищу. В поте лица своего, вкушая хлеб свой, следуя словам апостола, аще кто не хочет делати, ниже да яст, ибо христианам подобает питаться от трудов рук своих. Подвязаясь в молитвах и посте, Анисия жила подобно бесплотной. Привыкнув к подвигам и суровой жизни, она дни проводила в трудах и чтении божественных книг, а ночи в псалмопении и молитвах. Ложем ей служила земля. Вместо мягкой постели у нее была единственная тростниковая подстилка, вместо теплых одеял худые рубища. Спала она очень мало, ибо говорила себе «Не безопасно мне спать, когда враг мой бодрствует». При этом святая проливала обильные слезы, и воздыхания ее были многочисленнее слов, исходивших из ее уст. В такой степени объята была она божественной любовью, что, когда преклоняла колено на молитву, то ей казалось, что она преподает к нам Спасителя и лобызает их, и волосами своими отирает прах с ног Господних. Эта мысль порождала в ней источники слез, подобно тому, как некогда плакала та, которая слезами омыла ноги владыки и волосами головы своей отерла их. И было у нее непрестанное желание освободиться от уст тела и жить со Христом. И она, молясь, ударяла себе в грудь и говорила «Всемогущий Господи, Божия Отче и Единородного Сына Твоего, Иисуса Христа, Господа и Бога и Спасителя нашего, сидящий на престоле славы твоей, ты, которому служат тысячи тысяч архангелов и которому предстоят тьмы тем, повинующихся по велению его престолов, Господств, начал и властей, которого хвалят Херувимы и непрестанно словословят Серафимы, восклицая тресвятую песнь, ты, погрузивши в адские бездны возмутившихся против тебя духов и связавши нерушимыми оковами лишившегося твоей благодати змея, низверши престол его на землю, лишивши его небесного служения и блаженной жизни и позором креста поправши его гордыню, ты, пославши нам из непорочных недр твоих Богослова, предвечного Спасителя душ наших, рожденного от Духа Святой Марии Девы, и им взыскавши погибшее, утвердивши немощное и исцеливши сокрушенное. Тебя призываю всем сердцем моим, смиренная и грешная раба твоя. Ты, ведающий помышления каждого человека, возжегший в сердце моем горячую любовь к тебе, приди и спаси меня, недостойную рабу твою, ибо тебя желаю. Тебя ищу и к тебе прилепляюсь всей крепостью моею. Господи Божий Сыне, приими молитву мою, приносимую тебе сердцем сокрушенным и духом смиренным. Не презри меня, а Иисусе Христе, за Которую был ты прегвожден ко кресту, ударяем полонитом, и за Которую испил желчь с уксусом, вкусил горькую смерть в третий же день воскрес из мертвых и вознесся на небеса и съедишь одесную Отца, не посрами меня и не отрень меня из числа рабынь твоих, но сподоби меня христианской кончины по образу святого креста твоего. Садилай меня участницей страданий твоих, да буду достойно явиться пред лицо твое. Соблюди меня верной тебе, пригвозди страху твоему плоти мое, от судеб бо твоих убояхся. Отврати очи мои невидето суеты, но отверзи их, молю тебя, уразумею чудеса от закона твоего. Тебе, преданная от чрева матери моей, ты, Господь мой, отец мой и мать моя остависта мя. Ты же, Господи, воспринял меня. Правыми садилай пути мои, да не исполнится стыда раба твоя, но сотвори со мною знамение во благо и исполни прошение мое, ибо пред тобою все желание мое, ибо вздыхание мое от Тебе не утаися. И еще молюсь Тебе, Боже, Отче, помоги мне, да не обрящется греха на мне, рабе Твоей, ибо Тебе приношу себя в жертву. Прими же меня, как всесожжение овец и тельцов, и как тьмы тучных агнцев, да будет жертва моя благоугодна пред Тобою. Исподоби меня последовать агнцу Твоему непорочному, Иисусу Христу, с Которым добудет Тебе со Святым Духом слава, честь и сила во веки веков. Аминь. Помолившись так, святая Анисия встала и осенила себя крестным знаменем. Все сие видел лукавый враг рода человеческого и не мог вынести ее ангельской небесной жизни. Он узрел ее, уже пребывающий духом на небесах и всем сердцем, желающий пострадать за Христа, искрежетал зубами своими на нее и покушался поколебать и опрокинуть ее горницу, но, видя ее повсюду огражденной крестом, он отбегал, как бы гонимы невидимыми ударами, однако иногда ему удавалось внушить святой леность и уныние, но она немедленно сокрушала его коварство, ограждаясь как стеной, непрестанной молитвой. И враг истинный скорбел и говорил себе «Увы мне, окаянному, ангелов совлек я за собою с небес, многих сильных покорил я, а ныне юноши от раковицы смеются надо мною. Они любят смерть больше жизни и увенченные, ею текут к небесам и оставляют мне мир сей пустым». Учешала меня кровь убиваемых мучеников, но их вера и подбеги, и проповедь их изменили целые города и народы. Храмы мои разрушаются, прорицалища умолкают, жертвенники не спровергаются, жрецы, веселившиеся раньше, приходят в уныние. На погибель мою всюду водружается крест, и царство мое приходит в упадок, ибо радостные в муках страшны в гробах. Они жгут меня, бьют и прогоняют отовсюду, а то, что было со мною изобретено против них, обратилось на еще горшую беду мою. Но я знаю, что сделать с ними. Я нашел одну новую хитрость. И тотчас же враг выдумывает следующее. Желая похоронить в пыли и забвении о славу святых мучеников, дабы не помнили о них последующее поколение, сделать безвестными их подвиги и решить описание, завистник устроил так, чтобы христиане избивались повсюду без суда и испытания, уже не царями и военно-начальниками, но самыми простыми и последними людьми. Всезлобный враг не разумел, что Бог требует не слов, а только доброго произволения. Погубил великое множество христиан, Максимиан по дьявольскому наущению, притворился как бы изнемогшим. Вдоволь насытившись кровью неповинных, он уподобился кровожадному зверю, который, когда уже присытится мясом и более не хочет есть, то кажется как бы кротким и пренебрегает мимоходящими животными. Так и этот нечестивый мучитель, получив отвращение к убийству, притворился кротким. Он говорил, недостойны христиане того, чтобы их умиршлять перед царскими очами. Какая нужда испытывать и судить их и записывать их слова и деяния, ибо эти записи будут читаться и передаваться из рода в род теми, кои исповедуют ту же христианскую веру, и память их будет праздноваться затем во веки. Почему же мне не поверять, чтобы их заколали, как животных, без допроса и записей, так, чтобы и смерть их была безвестной, и память о них заглохла в молчании? Приняв такое решение, нечестивый царь тотчас же издал повсюду повеление, чтобы всякий желающий мог убивать христиан без боязни, не опасаясь ни суда, ни казни за убийство. И стали избивать христиан без числа ежедневно и во всех странах, и городах, и селах, на площадях и дорогах. Всякий, встречавший верующего, как только узнавал, что он христианин, тотчас же, не говоря ни слова, ударял его чем-либо, или пронзал ножом и разрубал мечом, или другим каким-либо случившимся орудием или палкой, как зверя. Так что исполнились слова Писания. Тебе ради умерщвляемся весь день, вмениваемся, как овцы за колени. В это жестокое для христиан время святая Анисия, горящая в сердце желанием умереть за Христа, вышла однажды из своей горницы, побуждаемая духом и намереваясь идти ко храму. Входя в так называемые Кассантрийские ворота, она услышала шум в народе. Нечестивые праздновали в этот день праздник солнца и приносили свои нечистые жертвы. И вот один из царских воинов, шедший навстречу, увидев прекрасную деву святую Анисию, остановил ее, наущаемый самим дьяволом и сказал, — Остановись, девица, и скажи мне, куда ты идешь? Видя его бесстыдство и дерзость, и полагая, что это вражье искушение, она на глазах его оградила себе крестным знамением. Но воин не устыдился целомудренного молчания девы, а почитая его за бесчестие для себя и выражение презрения, подобно зверю схватил ее, как волк хватает овцу, ибо воистину он был лютие зверя и грозным голосом спросил ее, кто она и откуда идет. Желая освободиться от его рук и дерзких, устремленных на ее взглядов, Агница Христова попыталась избавиться от него кротким ответом и сказала, — Я раба Христова и иду в церковь. Но бесстыдный воин, побуждаемый бывшим в нем бесом, возразил ей, — Не пущу тебя, но поведу тебя в то место, где приносят жертвы богам нашим, ибо сегодня мы почитаем празднеством солнце. Говоря это, он пытался насильно снять покров, бывший на голове ее, желая совершенно открыть ее лицо. Но она мужественно сопротивлялась ему и не позволяла открыть себе главу, но плюнула ему в лицо и произнесла, — Да запретит тебе дьявол Господь мой Иисус Христос. Тогда воин, не вынося имени Христова, обнажив бывший при нем меч и, ударив ее в бок, пронзил насквозь. Святая Дева упала на землю и вместе с изливающейся кровью предала свою душу в руце Христа, Бога своего, которого любила и умереть за Которого усердно желала во все дни жизни своей. Видевшие это прохожие, обступили ее уже мертвую и лежавшую в крови, и одни оплакивали юное лето ее и жестокую кончину, другие же роптали на безбожного царя, издавшего такой суровый закон, чтобы губить невинных людей. Некоторые из верующих взяли ее честные мощи и, соответственно, убрав их, погребли в двух верстах от врат кассантрийских, с левой стороны от народного пути. Впоследствии над местом погребения Анисии был выстроен молитвенный дом. Произошло это в те времена, когда на земле владычествовал Максимиан в бесконечное царствование над верующими Господа нашего Иисуса Христа, которому с Отцем и Святым Духом честь и слава ныне и пресна и во веки веков. Аминь. Святая мученица Анисия, моли Бога о нас! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok